всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я бы хотела выполнить для вас один свой давний запрос меня очень давно просили показать что у меня хранится в холодильнике вообще свой холодильник немножко расскажу о нем а также покажу вам покупки из магазина крусель который совершил мой муж продуктовые покупки но это чисто мужские так что поставьте лайк моему мужу так ну и прежде я хочу показать заказ картин по номерам потому что когда я начала их рисовать показывала вам и многие из вас тоже ну кто-то тоже захотел рисовать и в общем покажу заказ заказ у меня с интернет-магазина закрасит . ru так называется но я вам ссылку оставлю внизу инфобоксе самом деле у них просто огромнейший выбор картин и причем таких ну прям классных картин я там зависла залипла и так далее еще я помимо картин заказала себе вот эту мольберт очень прикольный я вам тоже сейчас его покажу в общем сейчас все покажу так вот мой заказ значит давайте сразу по доставке во первых я могу сказать что там более тысячи наверное картин различных есть скидки что не может не радовать вообще и также в этом интернет-магазине продаются рамки отдельно холсты отдельно то есть все что нужно для творчества вообще супер класс мне очень понравилось так значит по поводу доставки сразу расскажу потому что меня будут спрашивать значит вот полутора тысяч по санкт-петербургу и москве доставка до пункта выдачи бесплатная от 3000 курьерская доставка будет бесплатно так что девочки имейте ввиду также они отправляют почты россии в общем можете зайти на сайт и посмотреть и самое интересное что у них там есть это подарочные наборы девочки это просто класс там два вида подарочных наборов сразу вместе с картинами там можно выбрать картину которую вы хотите да или тематику картин вот плюс будет мольберт плюс будут рамки в общем один так побольше набор подарочный второй поменьше это класс во-первых самое что приятно это то что все запаковано вот так вот все запаковано потому что но все таки эта картина не хочется до чтобы они были помяты и детали это очень классно во вторых не положили вот такие вот презентики видите здесь что это такое не знаю и вот презентики маленькие что очень-очень приятные тут я еще увидела есть наклеечки вот такие которые я деткам своим как раз отдам смотрите милота как такие как раз тематика я люблю готов вот вот маленький ко мне пришел да и вот сами картины вот такая видите картина сложность у нее четверка на и аж таки делала меня это не пугать посмотрите какая классная картина девочки вообще она мне так понравился вот такой сказочный какой-то домик я не знаю вот просто из какой-то сказки не знаю из какого-то рассказа красивый мама картину заказал и вот такая вторая правда наклеечка вот такая вот я ее распаковала ну это вот она вот такая как на картинке здесь будет тоже очень классно и такой какой-то не стану китайский японский домик очень вот это у меня поменьше это 30 на 40 размер уровень сложности тройка но мне очень понравилось тоже эта картина я как раз на первый этаж к нам повешу общем класс здесь как обычно вот идет листочку дают вот это случай если вы запутались также идут вот такие краски ночи нравится когда упаковывать вот такую вакуумную упаковочку тоже классно калиска вот ну и здесь как всегда вот эти крепеж кисточки вот мой мольберт складной сейчас я вам тоже его распакую покажу и так вот этот мольберт вот он такой сложном состоянии сейчас не муж его соберет и я вам покажу как выглядит и к нему идет чехол то есть когда вы не работаете убрали в чехол и все и супер потому что без вот этой штуки конечно я хотела вначале деревянные но мне очень понравилась история что этот складной и вот в таком чехолечки то есть если немножко под надоест раскрашивать вы убрали в чехол убрали в шкаф и все красота поэтому нет очень понравился сейчас муж соберет я вам покажу и вот мой мольберт муж него собрала на самом деле он просто собирается эти ножки просто выдвигается регулируется по длине соответственно самое маленькое то есть можно поставить на стол до такие вот большими я поставила сейчас на пол это коробочки это место где спит мой кот вот и вот так вот это все выглядит класс то есть можно чуть-чуть так назад отставлять вот видите здесь держится можно поближе если вам там наклон не нужно вообще вот так вот крепится картина боже мой я вообще красота девочки если такой зажимчик есть специальный вот он на пружинке на такой сфиксируется тут тоже все фиксируется и не достаточно плотненько вот так вот все стоит держится ничего не шатается очень классно не как раз рядом со столом здесь поставила и вот как раз буду сейчас вот эту хочу первую картину сделать потом уже большую буду делать так что вот такие вот у меня на пинечка не забывайте что ссылочки я оставлю внизу в инфобоксе не треногу эту и вот эта тренога я не называю тренога мольберт не знаю почему тренога они есть как раз в наборах по моему вот такие вот она есть кстати вот я взяла просто в чехле а есть еще в чехле и в коробке ну мне коробка как бы не нужно зачем она чтобы выбросить но если кому-то на подарок то конечно лучше в коробке вот так что вот такой вот у меня мне так нравится я конечно не художник и у меня скажем так нет данных наверное нет я так думаю для того чтобы рисовать вот скажем так воплотить мечту чтобы создавать какие-то картины самой можно вот таким образом как картинами по номерам мне очень безумно это занятие нравится конечно последнюю картину я уже не так быстро сделала потому что не всегда хватает времени но но по чуть-чуть и как я всегда считаю хотя бы по чайной ложке в день но что-то делать это здорово так что вот такая вот я обалдею от нее я уже думала может ее приспособить для того чтобы камеру для камеры хотя у меня есть штатив для камеры но все равно ну мало ли 2 до чтобы в двух проекциях себе снимать но муж говорит что не получится вот будет для картины сейчас хочу показать покупки мужа чем муж мне звонила спросил что купить я попросил не купить хлебовку и вот что он купил вверх зачем-то кетчуп хотя у нас много кетчупа но это ладно вот такой кусочек сыра это он заходил в карусель российские эти он стоит 632 рубля за килограмм да вот такую колбаску курсель и тоже дымов но кстати дыма вкусная колбаска огромную упаковку опять снова этой марки по поможет сосисок такие мясные и не вот такую вареную колбасу купил хлеб булка как просила еще он купил вот это вино российская она очень кстати вкусная вот это крымское вино очень в крыму молодцы очень вкусно делает вино видите она произведена разлита 1 россия республика крым вот это вот очень она вкусно вот это вино такое взял это белая я как-то покупала красное вино тоже было очень вкусное шардоне и еще вот такое вот видите вино из крыма специальная серия какая-то но кстати я много кого знаю кто хвалят вот эти вот крымские вина очень они прям девочки видите магазине прямо очень советую вам так что такие две бутылочки еще вина взял вот такие вот мужские покупки у нас из магазина карусельчик как всегда он выбросил как всегда так что по ценам не могу сказать но вот этот сыр российский не знаю попробуем но вот в ленте он дешевле стоит в ленте он пом 400 рублей за килограмм ну правда не этой марки наверное может от марки зависит в общем не знаю так что вот такие вот покупочки у меня мужем и так вот мой холодильник у нас марка samsung вот такой двухдверные девочки я показываю без прикрас вот как он есть у меня так и показываю внутри тоже я ничего сейчас не мыла не прибирала ничего абсолютно вот как есть так вам показываю здесь у нас обычно какие-то фотографии расписание уроков моего ребенка что все знали какие-то вот магнитики так далее вот эта штучка у нас предназначена для того чтобы крайне хранить там все квитанции которые приходят муж их потом разбирает и работы моих детей магнитики магнитики работы детей и работы периодически меняются моим детям очень нравится что мы их сюда вешаем на всеобщее обозрение скажем так здесь морозильная камера минус 18 здесь сам холодильник у нас там плюс 3 холодильник мне очень нравится сейчас посмотрим может быть внутри есть название модели холодильник очень сильно нравится вот этот дверный но и сейчас я знаю что есть модели другие новые уже вышли мы этот холодильник кстати покупали лет он не закроет ругаться будет на меня лет примерно 10 назад тогда еще не было повышения курса доллара и курса евро поэтому он был не такой дорогой как он есть мы его потом перевозили сюда вот здесь вот у него сколы при перевозке где-то он даже помялся на какой-то дверце в общем пострадал немножко при перевозке так что внутри давайте будем смотреть значит давайте начнем отсюда вот как есть показываем мы с мамой за ним ухаживаем и то есть если что там пролилось на полочку полочку достаем моем ставим и так далее я уже показала покупки мужа так что там лежит все что он купил как раз таки сейчас ну давайте верхней полки обычно здесь у меня хранится до масло лимон там какие-то не знаешь как он паштет там я не знаю куплю в общем все такое и плюс молочка как вы видите молочки сейчас нет совсем потому что и никто не хочет есть вот значит здесь это масленка у нас здесь масло здесь вот я готовила солянку вот открывала мне нужно было немножко томатной пасты там у нас стоит варенье который мам периодически ест лимонница с лимончиком такая симпатичная у нас там кто-то дарила я уже не помню там вот это масло сахер и маслины тоже которые были на на солянку следующая полка мы обычно сюда ставим гарнир то есть у нас ну вот так вот распределено скажем так гарнир или в общем что такое второе скажем так мясное что-то иногда здесь хранится в общем такое гарнира мне сейчас много тут здесь рис и макароны у меня младший сын очень любит рис макароны муж любит в основном старший кстати тоже рис любит а здесь у меня хранится промышелька для бульона который у меня любит младший мой сынок видите начал потеть открыла сейчас у меня будет пикать кстати вот его тоже плюс вот здесь вот наклеечка покажу ведь она уж такая судранная я не знаю вот видите модель холодильника он слышите он пипикает это значит что у него долго открыты дверцы ему это не нравится дальше здесь мы храним обычно обычно вот всякое такое вот сейчас сосиски я положила кстати сделаю сосиски в тесте раз уж такая история вот этот сыр колбаски которая вот я вам показала еще у меня осталось вот кусочек сыра тоже здесь лежит из упаковок я не достаю обычно просто так храню в пакете и хранится вот здесь вот вот в этой части очень удобно ничего не ну как сказать не высыхает не портится мне нравится дальше следующая полка на самом деле это самая нелюбимая у нас у нас с мамой полка потому что если поставить туда в глубину что-то то этого как бы не видно и бывает там забывают то есть забываете там что стоит поэтому мы стараемся ставить от сюда на край кстати многие полочки у меня уже видите поцарабаны к сожалению так здесь у меня вот остатки ведь он начал запотевать и сразу стал пипикать здесь вот у нас котлеты и мама готовила и куриные наггетсы вот эти вот у меня есть рецепты котлеты куриных наггетс на всякий случай оставлю вам ссылку внизу в инфобоксе и здесь два супа у меня один вот это это просто бульон с вермишелька младшему сыну а там суп горох вот как раз муж его ел племяшка и сын мой старший вот этого тоже кстати не отмывается это такие глубокие царапины и вот эта полка она вся из царапана так как мы сюда постоянно ставим кастрюли с супом так дальше здесь у нас хранятся в таком выдвижном ящичке думала что такие желтые пятна это не желтые пятна это это самый отблик какой-то так хранятся фрукты и помидоры огурцы я сюда кладу вот так в упаковках мне так нравится фрукты не высыхают ничего с ним не происходит лимончики апельсины который купила сына он так и не захотел ну бывает яблоки персик два персика осталось яблоки у меня кстати остались мандаринки и вот там у меня огурчики куча яблок так и следующее мы здесь храним овощи здесь у меня свекла и морковка и вот два кабачка которые я купила и мы с мамой что-то так и не хотим их кушать вот так вот надо их пожарить это используется так вот давайте перейдем полочку здесь полочка у нас с лекарствами как вы видите там вот это полная уже не буду показывать ксимилины и вот эти вот бактерии которые мама у меня заквашивает вот они хранятся все здесь у меня дальше полочка у нас для соусов значит здесь всякие кетчупы вот в которой муж тоже купил вот эти сливки которые он покупал одну упаковку взял на работу вторую почему-то здесь оставила и мама там у меня брала их дальше вот этот маринад который говорил очень вкусный для особенно для куриные грудки для гриля очень вкусно большая водя своего соуса вот этот соус сахерба очень вкусный мне очень нравится его нужно чуть-чуть и вот он до сих пор есть это муж у меня купал я вам показывала еще чуть-чуть осталось вот такой мне мама кстати все время вот так вот делает чтобы до конца выдавливали все дальше здесь у меня осталось немножко яичек четыре штучки но ничего страшного так не ругайся на меня так здесь на полке вот это сгущенка кстати очень вкусная действительно и пакет молока вот и все что у меня есть в холодильнике для меня еда есть главное есть фрукты принципе принципе достаточно молочку я еще раз повторюсь на 6 никто не хочет есть так ну давайте заглянем морозильную камеру так ну и морозильная камера не минус 18 у нас дверца грязная уже вижу так значит верхняя выглядит это все на сделала вот таким образом и плюс еще здесь полочки то есть принципе она очень сильно вместительна ну как вы видите не так много у нас тут что есть и так давайте самый верхний здесь у меня хранится все для того чтобы варить супчик здесь от мама какие-то даже кодельки тут не видно из остатков каких-то фарша плала здесь вот куриные грудки вот эти косточки которые я говорила вам отделя там рыбка и вот здесь вот у меня свекла да вот заготовка вот она мне это осталось пока еще не использовала следующая полка мы здесь обычно храним вот видите начинает сейчас начнет пипикать начинает открываешь он начинает ну как бы дома тепло жарко поэтому вот так происходит это у нас кусочек соленый замороженный это лосось по моему надо будет кстати достать съесть здесь у меня все начинает быстренько потеть куриные ножки куриные грудки остались я в ленте покупала вы видели здесь вот у нас на этой следующей в общем обычно эту полку мы складываем все то что вот нужно готовить да то есть первые две полки сразу видно что тут есть так следующая полка здесь у нас вот я покупала как-то на студень правда очень очень давно она до сих пор лежит так как студене сварили мама у меня болела и вот это вот индейка тоже ну не знаю может как-нибудь сварим здесь для льда вот и следующая полка здесь у меня вот хранится как сейчас используя на сосиски вот видите начинает потому что видите начинает оттаивать поэтому всегда пипикает когда долго открыто и потеть начинает так слоеное тесто давно покупала и дрожжевое тесто я его участка просто сосисочки использую а вот здесь вот в нижних двух таких вот движенных ящиках у нас хранятся все для собаки для того чтобы творить и кашу он делает даже какая-то зелень мама и вообще замораживает всякие косточки обрезки и в общем все все вот она нижние да кстати мама сложилась сюда что-то какую-то зелень она заморозила и вот здесь вот на дверце ведь она пикает на верхней полочке вот мама хранит вот эти вот масло вот пышка у меня здесь сюда же мы кстати обычное масло кладем это тоже кусочек мама чтобы я готова к себе вот это масло масло для того чтобы приготовить чтобы здесь зелень вот я точно знаю что это для собаки мама в кашу добавляет ей не знаю правда что это какие-то листики кого-то вот здесь у нас две помидорки это с прошлогодних заморозок осталось одно одинокое мороженое замороженный лед остался и внизу вот здесь вот еще то форма там внизу вот такие штучки это ну вот есть мало ли кто-то ударился ну знаете да что приложить можно было чтобы не курицу доставать а вот такие штучки на самой нижней полке вот принципе все ой что у меня подтаивать уже начинает видите совсем мокрый будем его закрывать даже принципе это и все что хранится моем холодильнике так что вот такой вот у нас холодильник нам очень сильно с мамой нравится он крайне удобный не знаю просто суперский невысокий открыл все видно все разложил это классно потому что высокие конечно но лично для меня не очень удобно высокий настолько технический холодильник но и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но это было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это приятно всех люблю целую до новых встреч